Путин отстранил Герасимова и отстранил Бортникова от операции кто? Контртеррористической операции. И назначил Дюмина. Вопрос, а почему? Ну, с Герасимовом здесь немножко проще, потому что Герасимов является начальником специальной военной операции, то есть войны в Украине. И он должен заниматься фронтом там, где выстроенные войска с укреплениями по типу Первой мировой войны или по типу Второй мировой войны. И он уже дал давно понять, что Курская область не входит в зону СВО, и по этому поводу его присутствие физической вооруженных сил в этой области и не задумывалось, и сейчас не очень задумывается. Хотя Путин странно, значит, и для Путина нормально в таких условиях было объявить КТО, контррористическую операцию, потому что для него, значит, единственной возможностью сказать, что, в общем, ничего серьезного не происходит. Надо было сказать, что на территорию Российской Федерации вошли небольшие силы регулярных войск Украины в форме, с оружием, с погонами, со всеми делами. То есть, настоящее военное вторжение на территорию Российской Федерации, а типа для него это зашли какие-то террористы, то есть, ну, типа вот того, что было там РДК, какие-то разведно-диверсионные группы. То есть, минимизация того, что происходит. И для того, чтобы минимизировать, нельзя объявлять тогда военное положение, потому что получается, что если вы объявите прямо на этой области военное положение, это означает, что военное положение на 100%, то война пришла прямо на территорию Российской Федерации. Хотя я вам напомню, что по указу Путина там от осени 22-го года военное положение на самом деле в этих областях уже объявлено. Оно объявлено, только оно там было градуировано. Там было полное военное положение на захваченных территориях Украины и в Крыму. И такое половинчатое, как бы 50-процентное военное положение на приграничных территориях. То есть в Брянске, в Курске, в Белгороде, в Ростове, в Воронеже, в Краснодарском крае. И поэтому, в общем, ему даже указы не надо было бы принимать, потому что, в общем, уже все принято. Но если он принимает военное положение, то тогда Герасимов, военно-вооруженные силы становятся главными. Они берут под контроль всю область. Тогда гражданские силы перестают, гражданские законы перестают действовать временно на этой территории. Все переходит, вся власть переходит к военным и все остальные предаются военным. Вот Путин этого не хотел. И поэтому он, так сказать, это обошел. И поэтому Герасимову, конечно, здесь ничего не грозит абсолютно. Герасимов своими вооруженными силами абсолютно не совершил никакой ошибки, потому что их просто там не было. Вот и все. И поэтому у него совесть чиста. И все эти люди, которые говорили, вот сейчас там будут снимать Герасимова, его, может, и будут снимать, но только не из-за того, что произошло в Курской области. Вот. Его могут снимать за то, что вместо того, чтобы идти три дня, эта война уже идет почти три года. Скоро будет три года, да, через полгода. Вот. Сейчас два с половиной года уже она идет. Вот. Так что Герасимов, над Герасимовым туч, в общем, никаких нету. И он красиво очень все это дело развел, потому что он развел Бортникова, и он развел народ Российской Федерации. Потому что, помните, когда было первое заседание такого малого совбеза, то он по телеконференции сказал, что да, там в том есть какие-то РДГ, мы всех разбили. И все над ним стали издеваться и говорят, вот нам Герасимов там Путину врет в глаза там и так далее. Народ не понимает, что все это была постановка театральная. Потому что, когда вы ставите камеру, у всех есть расписанное либретто, у всех есть расписанные роли, которые они должны говорить. Герасимов должен был сказать Путину публично, что типа, да, у нас там были какие-то вторжения на нашу территорию, мы бы всех разбили. Эта роль у него такая была. Это не он не обманывал Путина, это они вместе с Путиным обманывали народ Российской Федерации, чтобы показать, что ничего не происходит. И это означало сразу, как только Герасимов сказал эти слова, что типа армии там больше нечего делать. То есть теперь надо там зачищать эту территорию, а зачистка территории занимается уже не армия, а затишка территории занимается уже ФСБ, уже занимается Росгвардия, полиция и так далее. То есть не армейские силы. Дальше режим КТО это логичная вещь, когда у вас там происходят какие-то террористы какие-то заходят, то объявляется режим КТО и ЧС. И тогда этим делом заведует ФСБ. И это ФСБ Бортников. Но проблема для Путина заключалась в том, что именно ФСБ и Бортников и его погранвойска главные виновники того, что в Курской области произошло, потому что они не защитили границу. Мы с вами в прошлой передаче показывали приезд Путина на расширенную коллегию ФСБ, где он говорил, у нас такие войска пограничные вообще классные. Мы им все дали, они стоят на защите наших рубежей и все эти попытки вражеских террористов и диверсантов прорваться на нашу территорию, они получают достойный ответ и будут получать достойный ответ. И вообще мы их даже на их территории дожмем. Вот он с этой трибуны говорил. Ну и потом, значит, это губернатор Гладков из Белгородской области, который тоже говорил, у нас, говорит, вообще нету этих самых террористов, но почему-то мы ЧС федерального масштаба объявили у себя в Белгороде. Мы объявили у себя также, значит, шесть районов, которые вообще недоступны никому и туда въезд не может быть. Так что на самом деле они все заврались, они все дают мне неправильную информацию. И народ, кстати, который там это все комментирует, который говорит, они нас всех бросили, это вот народы, это значит, это беженцы из Куршко области, которые сказали, никакой области там нет, никто нам не помогал, мы сами выезжали. Ну, а они опять рассказывают, что мы всем помогаем, всем выплачиваем деньги. Кстати, Путин с Барского плеча всем объявил выплаты по 10 тысяч, и как выяснится, даже эти 10 тысяч не выплачиваются или выплачиваются с трудом. То есть там на самом деле проблем очень много. Но дальше, когда Путин понял, что, в общем, Бортников тоже, ну, грубо говоря, обкакался в этой истории, то ему надо было разрулить, чтобы ни армия, ни ФСБ просто не стали в друг друга стрелять. Потому что там уровень противостояния зашел до того, что они могут уже начать выяснять, значит, между собой отношения с помощью стрелкового оружия или там даже тяжелого оружия. И поэтому понадобился какой-то разруливатель, координатор, ну, условно, внешний к тем и другим. Вот. И отсюда возникла фигура Дюмина. Вот. Значит, Дюмин, в принципе, для Путина приятный очень человек, потому что Алексей Дюмин – это бывший охранник, личный охранник Путина. Вот он сидит по правую руку от Шойгу. Бывший губернатор Тульской области, которого в мае месяце Путин повысил, освободил от обязанностей губернатора Тульской области, перевел обратно в Москву, значит, и сделал его своим помощником, но не как патруша по судостроению, а помощником по серьезным делам. Потом его сделал секретарем Государственного совета. А Государственный совет – это такая потенциально новая организация, из которой Путин хотел когда-то сделать политбюро. Ну, грубо говоря, даже были такие прожекты. Путин уйти из поста президента, сделаться типа председателем госсовета, ну, типа елбасы, значит, как в Казахстане. А кого-то там поставить президентом помоложе, поновее и так далее. И вот, может быть, для этого, кстати, готовят этот госсовет на выросты. Дюмина туда поставили с пересекретарем. То есть это, в принципе, означает повышение. Плюс в администрации президента сделали перетурбации, там создали новый отдел, который занимался, как раз раньше занимался обеспечением просто работы госсовета. А теперь он типа занимается перспективами развития работы госсовета. То есть ему повысили тоже уровень на уровне администрации президента. И Дюмит таким образом стал таким, значит, человеком с холодной головой, с горячим сердцем, с теплыми ногами, который должен был приехать и разруливать все это в Курской области. Вот. Дюмит для Путина не просто человек, потому что он всем рассказывает байку о том, что они с Путиным когда-то ездили, значит, в Сибири, ночевали, значит, в хате вдвоем. Вот. По этому поводу, значит, я ехидничаю со всеми, с кем можно ехидничать. А чего это там Путин вдвоем с Дюмитом в отсутствие их жен, в отсутствие сопровождения делали в этой, в тайге, в заброшенном каком-то скиту, вот, ночью вдвоем. Вот. Но Дюмит рассказывает, что туда стал ломиться медведь, и он типа то ли убил его, то ли отогнал, то есть, в принципе, спас жизнь как бы этому самому Путину. Он и с тех пор является его любимым охранником. Вот. А любимых охранников Путин повышает. Вот так он из Зиничева сделал министр ЧАЭС, из Куренкова, когда убили Зиничева, он сам же убил Зиничева. Куренкова тоже его охранник он поставил вместо Зиничева. Золотова поставил на Росгвардию. Все это охранники Путина, личные охранники Путина. Вот. Но самый личный охранник, самый любимый охранник Путина явно совершенно Дюмин. Вот. И, значит, он когда-то даже командовал силами специальных операций во время 2014-2015 года во время захвата Крыма, аннексии Крыма. Вот. Он был там некоторое время заместителем министра обороны. Но это для того, чтобы, кстати, решать какие-то свои задачи. И давайте вот мы, значит, немножко покопаемся в грязном белье Дюмина, потому что некоторые люди говорили, что ну вот вы знаете, Дюмин не просто он там охранник, не просто он там эффективный менеджер. Но к тому же есть такой белый, пушистый. Вот есть там Шойгу, он просто миллиардер, который ворует, разворовывает триллионные бюджеты Министерства обороны. То вот Дюмин, он как раз такой антикоррупционер, у него вообще все, вся чистая биография. Вот. Ну, на самом деле, конечно, как вы понимаете, в путинском режиме чистых людей нету. И у Дюмина в этом смысле гораздо грязнее биография, чем у всех других, потому что он не первое поколение воров в его семье. Все началось с его папаши, значит, который служил в Министерстве обороны, значит, Геннадий, как там его по отчеству, не помню. Вот. Он дослужился там до генеральского чина, и в Министерстве обороны он занимался снабжением, и не просто снабжением, а снабжением по медицине. То есть он заведовал там в Министерском управлении, в Министерстве обороны, снабжением медикаментами армии. А как вы сами понимаете, если снабжение в Министерстве обороны, то это вор обязательно. Вот. А если снабжение с медикаментами, то это вор, умноженное на 25, потому что, естественно, когда есть ранения, когда есть сложные операции, сложные, то медикаменты будут дорогие. И самое главное другое, что когда папашка, значит, ушел из Министерства обороны, он немедленно создал свою собственную фермершку, которую назвал Фармэко, и эта фирма стала работать на госзаказах Министерства обороны. Интересное такое совпадение, да. Вот почему-то там не картошкой стали торговать, а медикаментами с Министерством обороны. То есть понятно, что было, что когда папашка работал в Министерстве обороны, он наладил связи, и потом люди все ему известные заменили его в Министерстве обороны, а он сел в частное предприятие, через которое понеслось, значит, понеслось воровство, значит, огромных бюджетов Министерства обороны. Вот. Эта, кстати, фермершка работает на экспорт или там на импорт медикаментов. Она связана с крупными фармацевтическими компаниями западными, то есть они там воруют не по-детски. И поэтому у Дюмина, в отличие от многих других, вот Шойгу он воровал где-то в строительной области, отрасли, когда был еще молодым инженером. Вот. А Дюмин, вот, в общем, у него папа был уже в Министерстве обороны большим человеком и даже генералом. Вот. И поэтому ему самому, вроде как, воровать даже было и не очень нужно, потому что папа наворовал на всю семью. Вот. Потом, значит, в путинские времена у Дюмина есть еще младший брат Артеша, Артем, который занимался, тоже создал много всяких коммерческих предприятий. И он занимался девелопским бизнесом, то есть он строит, строит в Москве. И он строит таким образом, что там к нему много вопросов, потому что, так сказать, он захотел получить себе в собственности спортивный комплекс Олимпийский. А этот спортивный комплекс Олимпийский был в собственности вот такого Дмитрия Шумкова, миллиардера. Вот. Это самый Дмитрий Шумков, миллиардер, адвокат, такой очень красивый молодой сорокалетний, там, 35-40-летний мужичок, вот, который проживал, естественно, в элитных комплексах, в башне Федерации. И в определенный момент он как-то вернулся домой, в эту башню Федерацию, где в этот момент почему-то отключились все камеры наблюдения. Понимаете, да, элитные башни, где проживает все, вся элита, да, вся путинская элита. И там в этот день отключились все камеры наблюдения. И что, как вы думаете, там произошло, когда отключились камеры наблюдения? Якобы этот Дмитрий Шумков там покончил жизненным убийством. То есть, грубо говоря, вошел себе в квартиру, прошел в гардероб и на галстуке повесился в этом гардеробе. Миллиардер, у которого все в шоколаде абсолютно, там, пол Москвы искуплено, значит, недвижимости. И он вешается у себя, а его бизнес переходит к кому? К товарищу Артему Дюмину. И не просто к Артему Дюмину, а еще его компаньоном был сын, у которого папашка работает начальником канцелярии товарища Путина. То есть, там, значит, вот такие вещи. И у Дюмина, оказывается, в собственности квартира в 344 метра прямо напротив Кремля, в супер каком-то там, значит, комплексе жилищном, которая по рыночным ценам стоит 700 миллионов рублей. А у него зарплата тогда была в ФСО, ну, типа 120 тысяч. То есть, квартира стоит 700 миллионов, а у него зарплата 120 тысяч. И плюс вот этот самый Дмитрий Шумков, перед тем, как повеситься, он, когда уже начал дела иметь с Артемом Дюмином, то он у семьи Дюминых, у папашки и у, значит, у этих братьев, выкупил какую-то старую советскую трешку, чуть не в пятиэтажке, за безумные какие-то деньги, безумные, за миллионы. Вот. Сами понимаете, никакой миллиардер не будет жить в старом советском, там, пятиэтажке, в, значит, трехкомнатной квартире, которая никому и нужна, потому что это были уже времена, когда даже европейский ремонт в таких делах уже приличные люди не делали, приличные люди уже жили в приличных домах. То есть, советские дома уже не котировались, ну, с исключением сталинской постройки, вот, в которой можно было сделать там евроремонт, или там кирпичные дома ЦК КПСС или сам МИНа советского, где тоже делали европейский ремонт, и тогда можно было там круто, потому что это находилось в хороших местах и так далее. То есть, здесь явно совершенно последовалась взятка какая-то, которую этот самый Шумков дал семье Дюмина. Вот. И плюс еще, ну, значит, у Артеша, как вы сами понимаете, поскольку он занимается продажей недвижимости, у него собственные квартиры там покруче, чем у брата у старшего, у него есть особняк на Барвихе, в Барвихе, рядом с начальником президентской администрации Вайна. Вот. То есть, ну, все как полагается. Миллиардер такой крутой. И завершая картинку, значит, вишенкой на торте, есть такой человек, которого зовут Владимир Михеевичик. Вот. Это муж сестры жены Дюмина. То есть, свояк. Или там Шурин, я не знаю, я неплохо разбираюсь в этих делах. Но, в общем, это... Нет, вроде Шурин это брат чего-то там, а значит, вот если муж сестры... То есть, грубо говоря, сестры Дюмина и Михеевичика, родные сестры. А для каждого из них они жены. Вот. И этот самый Владимир Михеевичик, он военный, и он заведует летным отрядом 224, значит, Министерства обороны. Этот летный отряд, это не просто летный отряд. Это летный отряд, который возит президента, который возит всех российских чиновников. То есть, это вот тот самый отряд «Россия», где, значит, все самолеты блатные, где возит постоянно Путина. Но не только Путина. Кого бы, как вы думаете, перевозил товарищ Владимир Михеевичик? А он перевозил товарища Пригожина. И не просто перевозил товарища Пригожина. Вот тот самый самолет, с которым Пригожин там вроде бы разбился, он вроде бы арендовал его как раз у этого самого 224-го летного отряда. И помните, когда Пригожин летел на свой последний полет и говорят «на встречу с Путиным», за ним сразу, буквально через 10 минут, вылетел второй борт. И вот этот второй борт был борт отряда Михеевичика. Так что получается, что Дюмин приложил руку к тому, чтобы убить Пригожина. Потому что вы же понимаете, если вы вспомните, то Алексей Дюмин был человек, про которого говорили, что с ним очень близко общался Пригожин. Что с Дюмином, это был практически единственный чиновник Кремлевской администрации, с которым Дюмин был на «ты», на короткой ноге, приезжал несколько раз в Тулу к Дюмину. Это вот, значит, последствия катастрофы. Это там, где официально закончилась жизнь Пригожина, Уткина и так далее. Хотя есть сомнения, был ли там настоящий Пригожин в этом самолете. Вполне возможно, что либо, вот по версии Валерия Дмитриевича Соловья, он вообще и там, и его и не было, этого настоящего Пригожина. А по другим версиям, его убили, но не там. И там есть и был, то его труп. А может быть, даже и не настоящий Пригожин, потому что Пригожина у Пригожина было 4 штуки. В его компании было Евгений Викторовичев Пригожина. По паспорту было 4 человека, потому что 3 человека свои паспортные данные поменяли и стали Евгениями Викторовичем Пригожинами. Причем один из них похож физически на Пригожина, как две капли воды, и имеет ту же самую дату рождения, то есть 1 июня 61-го года. Так что видите, какие интересные истории проходят вокруг товарища Дюмина, вот такого белого, пушистого. Он, кстати, последнюю декларацию официальную, то есть он декларации стал подавать только в 16-м году, потому что в 15-м году он стал губернатором. В 16-м году он подал свою первую декларацию, где-то на 6 с хвостиком миллионов. У него тогда уже он декларировал себе 3662 метра собственного жилья, которое у него находилось в собственности. Через год он декларировал на 102 квадратных метра больше, ну, я так понимаю, что он купил себе квартиру в собственности в этой втуле, вот, и закончилось это в 21-м году декларации, где он сейчас там чуть больше 8 миллионов декларировал, вот. Но, значит, квартиру, вот если взять рыночную, ну, среднюю, таким образом, когда он был губернатором, в среднем он получал 7 миллионов. То есть если взять квартиру за 700 миллионов, ему понадобится 100 лет, 100 лет, откладывая полностью всю свою зарплату, не тратя ни копейки даже на воду, там, на молоко и на хлеб, откладывая всю эту зарплату, чтобы купить такую квартиру. Вот, ну, как вы сами понимаете, это, конечно, какая-то разводка, это, конечно, какая-то коррупционная схема, вот. И схема, это, сами понимаете, не сам он ее делал, потому что его задача была, заключалась не в этом. Он обеспечивал семье связи, потому что он работал уже, значит, личным охранником Путина, и поэтому видел огромное количество людей, знал огромное количество людей, начал уже собирать собственную, значит, картотеку визитных карточек. Вот, Артем, который, и папаша, которые занимались воровством, они просто пользовались этими связями и зарабатывали деньги. Вот такая у нас история с замечательным, белым, пушистым Алексеем Димином, который теперь приехал разруливать вроде там какие-то проблемы в Курской области. Друзья, мы в завершении подготовили для вас видео. Безусловно, это была идея Сергея. Всегда-всегда что-то креативное создает на финал, и не только. Худшая реклама в истории Тесла. Главный тиктокер Рамзан Кадыров прицепил пулемет со звездой на Кибертанк. Это вот я сейчас цитирую наших журналистов. Журналист от Юрия Бутусов пишет и заявил, что якобы получил его как подарок от Илона Маска и хочет отправить машину на СВО. Это была цитата Юрия Бутусова, известного украинского журналиста военного в его телеграм-канале. Сергей, вам слово. Во-первых, машина реальная, это реальная Тесла, это последняя модель, одна из последних моделей. Которая, кстати, довольно скандальная модель, потому что кому-то она очень круто нравится, потому что она вся такая футуристская, а кому-то очень не нравится, потому что она страшная, некрасивая, уродливая и так далее. Но это реально Тесла, причем из последних. То есть вы понимаете, что это не просто так под санкционную Россию получить американский автомобиль, самый крутой. То есть явно совершенно... Ну, сомнений, конечно, есть, что это Маск прям подарил Кадырову. Скорее всего, Кадыров перекупил у кого-нибудь из шейхов арабских, то есть либо у саудитов, либо у катарцев, перекупил эту машину. Ну, заплатил, безусловно, за нее безумные деньги. Но у него безумных денег много. Ему Российская Федерация в последние годы по 5 миллиардов долларов платит Дании. Так что у него бабло много. И, конечно, скандально все это дело получилось, что он подставил таким образом Илона Маска. Потому что там же в Америке сейчас идет кампания. Илон Маск только-только сделал интервью с Трампом, где позиционировал себя как его сторонник. Он даже намекает на то, что если Трамп победит, то он станет каким-то большим чиновником в Трамповской администрации. И тут вдруг Кадыров такая очень одиозная фигура в Российской Федерации. И мусульманин, который вдруг показывает, что Илон Маск ему делает такие подарки. Плюс он поставил туда пулемет. Но это все выглядит абсолютно цирк. Но этот цирк еще может аукнуться и Путину, кстати. Потому что я не думаю, что Маск и Трамп оценят такое выступление Кадырова во время предвыборной кампании. Потому что если демократы будут не дураки, они это дело растиражируют. И, естественно, покажут, вот какие у Трампа и у Маска связи. Вот как они поддерживают отношения с всякими преступниками. Потому что Кадыров находится под санкциями. Вся семья Кадырова находится под американскими санкциями. И вдруг получается, что автомобиль крутой Илона Маска попадает по санкционному человеку под американскими санкциями. Это, конечно, огромный скандал в Соединенных Штатах Америки. Пока что мы не видим еще реакцию, потому что это все свежо. Но, в общем, вот такая смешная штука. Потому что Кадыров, конечно, показал, что он дурак полный. Потому что ты можешь, конечно, надувать щеки. Но подставлять путинских потенциальных лучших друзей в руководство Соединенных Штатов Америки – это очень большая глупость. Но Кадыров просто глупый человек и такой абсолютно восточный человек. Он не мог себе удержаться, чтобы не показать всему миру. Видите, какая у меня крутая машина. Значит, последняя, последняя – это самая Тесла. На которую там очередь, там, я не знаю, несколько тысяч человек, десятков тысяч человек. Она стоит безумные деньги, но она не очень. Потому что Elon Musk не производит достаточное количество таких машин. Так что это, конечно, скандал большой. И, скорее всего, аукнется еще в Соединенных Штатов Америки и Трампу, и Маску этот ролик. Да, Маск уже только что опроверг информацию о том, что он подарил ее Кадырову. Безусловно, там было жесткое объяснение. Друзья, ну, посмотрите его дальше уже в Телеграм-каналах или в системе Икс. Мы с Сергеем Жирновым благодарим вас. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Подпишитесь на мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Подпишитесь на YouTube-канал Сергея Жирнова. Напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. И несколько теплых слов в поддержку Украины. И вообще, ваш взгляд о Дюмине, Бортникове и о том, что Путин сбежал из страны во время того, когда оборуженность Украины контролирует Курскую область и движется в сторону Белгородской. Сергей Жирнов, бывший сотрудник АГБ и внешней разведки. Сергей, благодарю вас. И традиционно до встречи уже в этот четверг. Спасибо, Даша.